В эфире телеканала Россия Вести Ульяновск, студия Ирина Силкина. Здравствуйте! И в начале главные темы. Предновогодний повод для веселья – новоселье. Кто в Сенгелейском районе встретит 2022 год в новой квартире, расскажет Максим Бажанов. Экстренная помощь в селе станет доступнее. В регионе закупили еще несколько автомобилей для районных больниц. Элита вооруженных сил страны. Десять новобранцев из Ульяновска пополнит президентский полк страны. Более 300 жителей Ульяновской области переселено из аварийного жилья с начала 2021 года. Темпы избавлять никто не будет. Работа продолжается в ускоренном режиме. До новогодних праздников новоселье справят еще несколько десятков семей – жителей Сенгелея и Новоульяновска. Подробности у Максима Бажанова. Фундамент новый, потолок не сыплется. В стенах трещин и щелей нет. На смену опасному жилью сенгелеевцам построили новый дом. Газ уже подведен, ремонт в квартирах сделан. В ближайшее время сюда переедут два десятка семей. У меня у дочери внучка приходила, и вот она с зала, эти есть же бегунки вот эти вот. Вот ребенок в этих бегунках, это самый последний комнат, под горку получается скат был. Вообще ужасный дом. А сейчас, слава богу, вот двухкомнатную квартиру получим. Под каким номером квартира жители узнают на следующей неделе при распределении. А вот в Новоульяновске переселенцам уже вручили ключи от долгожданных квартир. Порядка ста семей отпразднуют Новый год в безопасном доме. Долгое время вы жили в совершенно непригодных для жизни условиях, и сегодня мне будет очень приятно вручить вам ключи от новых современных квартир. Поздравляю вас с новым домом, с новыми хлопотами. Но это именно те хлопоты, которые на самом деле очень радостные. Все условия нас очень устраивают. Квартира, это вообще не... То есть все полностью, вот заходи и живи. Ну естественно убраться, помыться. И все, остальное все, потолки, стены поклеенные, плиты газовые стоят. Уже практически все, все, заезжай и живи. Напомним, благодаря федеральной поддержке от фонда ЖКХ, регион закончит программу переселения из ветхого жилья на два года раньше. К концу 2023 года. Ключи от новых квартир получат более 1200 человек. Максим Бажанов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Транспортное обновление, строительство и ремонт ФАПов, а еще закупка нового оборудования. В областном правительстве сегодня вновь обсуждали тему модернизации первичного звена здравоохранения. Подробности у Эдуарда Истомина. В начале совещания слово взял губернатор. Алексей Русских напомнил о том, что в регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Делается это в рамках областной программы. Чтобы все, без исключения жителей Губернаторской области, имели возможность получить весь комплекс медицинских услуг внеизвестности от своих статусов и местных проживания. О ходе программы докладывал профильный министр. Александр Гошков сделал акцент на строительство ФАПов. В этом году появились 9 здравпунктов. Еще 4 достроят до конца года. Также начали работать у КПА, в результате ремонта 8 здравоохранения. Общая сумма авторакта ставили 176 миллионов 473 тысяч рублей. В регионе есть труднодоступные села. Чтобы реагировать на экстренные вызовы больных, область дополнительно закупила 13 авто. 8 из них уже передали больницам. Ключи от остальных машин вручили сегодня в торжественной обстановке. Есть у нас на сегодня 6 ФАПов, которые отсутствуют фельдшера. И в первую очередь, конечно, мы будем выезжать туда. Три лады гранта передали Николаевской райбольнице. Еще две – Большиногаткинской и Новомолоклинской. На совещании обсудили закупки медоборудования. Губернатор поручил отслеживать цены и репутации поставщиков по электронной системе. Свидя за цены, следя за качеством иммунда, в этом случае мы эти задачи сможем с нами решить намного быстрее. Глава региона поручил за три года отремонтировать в области все медучреждения, а еще достроить ФАПы. Также предстоит доукомплектовать больницы кадрами. Алексей Русских при этом согласился, что у докторов должна быть мотивация. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Темпы вакцинации в регионе снизились. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на аппаратном совещании в правительстве. На данный момент коллективный иммунитет составляет 60% при идеальных 80%. Поэтому работа медиков не останавливается и в грядущие праздничные дни. Мария Пугачева подробнее. В пункте вакцинации рядом с Большим торговым центром желающие сделать прививку есть всегда. Сейчас, правда, уже нет таких очередей. В основном приходят за вторым компонентом. В данный момент есть в наличии спутник ВИИ, первый и второй компоненты, спутник ЛАЙТ и СОВИ ГРИП. На первый компонент сейчас меньше идут. В основном идут на второй компонент. На аппаратном совещании губернатор Алексей Русских отметил, что после ослабления ограничительных мер в регионе поменялась и ситуация с заболевшими. Если ранее, буквально за две недели удалось добиться снижения роста инфицированных практически в два раза, то сейчас эта цифра встала. Более того, вакцинироваться стали в три раза меньше. Впереди у нас Новый год. Отсюда все вытекающие праздничные мероприятия плюс застолье. Как бы ни случилось так, что мы опять в этой пеке скатимся. Поэтому максимально необходимо принять все меры для того, чтобы увеличить количество вакцинирований в сутки. И поэтому пункты вакцинации будут принимать всех желающих привиться даже в новогодние праздники. График работы будет размещен на сайте регионального министерства здравоохранения во вкладке «Вакцинация от COVID-19» уже на следующей неделе. Информацию можно будет уточнить и по телефону горячей линии. 17 тысяч объектов и более половины всех жителей областной столицы – потребители Ульяновской городской электросети. В 2021 году одно из старейших предприятий региона передало более 870 миллионов киловатт-часов. Гульнара Шарипова продолжит. Самое сердце здания Ульгес на улице Минаева – диспетчерская служба. Сюда стекаются все заявки от жителей города и пригородной зоны. На ликвидацию любой аварии, связанной с отсутствием электроснабжения, отведено не больше трех часов. С июня 2012 года основным средством визуализации является видеостена. Все, что нам нужно, все эти электронные модули, они здесь сконцентрированы в одном месте. Это электронные журналы нарядов, заявки на ремонт, уставки, релейные защиты и так далее. И плюс ко всему, все это в режиме онлайн есть на каждом рабочем месте. Диспетчеры – три оперативно-выездные бригады. Плюс за Волгой еще два наряда скорой электропомощи. Работают в четыре смены. Это позволило в 2021 году соблюсти все нормативы ликвидации каждой аварии и плановой работы. На сегодняшний день завершены в полном объеме строительство РП-147. Это находится в Ленинском районе, в микрорайоне Ипподром, улица Весенняя. Получение электроснабжения, наверное, первостепенная задача, которая стоит перед нашим предприятием. Капитальный ремонт кабельной линии электропередач на улицах Пожарская, Южная и высоковольтной системы в Заволжском районе – все это приоритетные проекты уходящего года. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» помог модернизации электросетей на улице Ленина. Одна из первых улиц, которая стала чистым небом, когда все линии ушли в землю – это улица Ленина. Специалисты предприятия разрабатывают перечень улиц, где повторят эту работу. По словам руководителя Ульгэс, в первую очередь под землю уведут провода на проспекте Нариманово, дорогах в аэропорт и в Заволжский район. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В Ульяновске сегодня торжественно проводили новобранцев, которые будут проходить воинскую службу в президентском полку. В столицу отправятся 10 призывников. С подробностями Ирина Шмыгова. Будущую элиту вооруженных сил страны провожают на службу, как и полагается, с размахом. Ровно 10 человек. Предстоящий год они будут служить в президентском полку. Гордость переполняет нас. Мы не просто горды, мы счастливы, что наш ребенок попал в такие войска. Отбор в президентский полк строгий. Претендент на службу в Кремле должен быть ростом не ниже 175 сантиметров. Не иметь судимости и проблем с законом. А главное, быть полностью здоровым. Среди таких Александр Давыденков. Попасть в элитный полк он мечтал давно. И как получилось, сейчас остаюсь здесь, в ждании того, чтобы отправиться в Москву, служить своей родине. Этот призыв в Кремлевский полк для нашего региона не первый. В столицу ульяновцы отправляются ежегодно. В президентский полк в советское время уходили служить ребятам из Ульяновской области. И за время, пока наши ребята служат в президентском полку, у нас ни одного замечания не было. Только одни благодарности. Каждому призывнику глава региона вручил памятный подарок – командирские часы. Это традиция. Уверен, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни. В армии преподаются многие личные качества, которые вам в дальнейшем очень сильно пригодятся в жизни. В добрый путь, ребята. Уже скоро эти новобранцы будут охранять объекты московского Кремля. Участвовать в почетных караулах, нести службу у вечного огня. А кому-то даже повезет принять участие в главном параде победы. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Далее информация о погоде. Хорошего вечера. Увидимся. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода, небольшой местами умеренный снег. Ветер западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от минус 1 до минус 6 градусов. В Ульяновске 2,4 градуса ниже нуля. Завтра днем по области от минус 1 до минус 6 градусов. В Ульяновске 1,3 градуса мороза. На дорогах сохранится гололедица. В Ульяновске 2,4 градуса мороза. В Ульяновске 2,4 градуса мороза. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...